в этом видео покажу вам как можно сделать вот такую декоративку травертин по диагонали окрашен серой краской покрыт лаком сверху воск смотрится как бетонная стена стильно классно сейчас расскажу как ее вы сможете сделать сами стена готова под обои то есть пошпаклевана финиш площадь этой стены 5 квадратов материала пошло немного стены погрунтованы и так замешиваем раствор используем обычную штукатурку гипсовую волна слой добавляем финишную шпаклевку обе крилпуца криловая она можно использовать любую другую финиш не дает быстро штукатурки застывать потому что если чистый декоративный наносим шпателем и использую шпатель фасадный он жесткий нержавеющий стараемся наносить равномерный слой одинаковый наношу полностью всю стену и потом начинаю тамповать рисунок . . . . . . Использую для тамповки щетку, обрезал обычную щетку старую, раздраконенную, обрезал щетину, чтобы была короче, жёстче. Обрезал наполовину, чтобы было удобно держать в руке. Итак, по диагонали наносим рисунок, тампуем. Конечно, я делал ровные линии, можно делать волнистые, можно посмотреть, как выглядит сам травертин, какие у него прожилки. Наносим рисунок. Буквально сразу я нанёс штукатурку на эти 5 квадратов и сразу же начал наносить рисунок. Вот так это выглядит. Чуть-чуть жду и начинаю заглаживать. Где не достаёт, можно добавить, это не проблема. То есть, даже потом я тоже заглаживал и видел, что мало. Итак, щетку нужно, конечно же, промывать, потому что она забивается раствором и оставляю такие наплывы. Не ямки, не проколы в этой растворе, а именно шпаклёвка остаётся. Прошло некоторое время, минут 15. Смачиваю тёрку, гладилку, по-разному называется. И заглаживаю аккуратненько, даже не прижимаю, просто лёгенько для начала приглаживаю верхушки. Когда время подходит попозже уже, когда уже раствор начинает реально твердеть, то можно, конечно, прижимать сильнее. Приглаживаю тоже вдоль рисунка. Где не достаёт рисунка, тампуем заново, добавляем чтобы смотрелось органично и равномерно. Добиваемся идеального рисунка, который именно вам нравится, чтобы на нём остановиться. Потому что можно не останавливаться, а тут можно делать и делать. Постоянно кажется, что чего-то не хватает. Грунтуем стену обычной грунтовкой глубокого проникновения, валиком, ворс, как для краски. Погрунтовали, высохла грунтовка, красим стены. Красим серой краской. Обычная краска, вот, диамант для стен и потолков. Это одна из самых дешёвых. И колер. Колер тоже недорогой. Пару капель капнул и развёл в белой краске. Получилась серая краска, красим стены. Такой цвет захотела заказчица. Красим и пытаемся заполнить кратеры эти, раствора, прожилки краской. Готовим лак. Лак используем пропиточный. Другого не было, поэтому пришлось взять такой. Так, в него добавляем чёрный колер. Вот, отливаем пустую тару. Отливаем сколько нам надо. По квадратуре. Пока что капельку. пустую тару. Такая вот получилась. Ну, попробуем на стене, посмотрим, если что. Оставим так. Или добавим ещё капельку. Краска высохла. Покрываем всё лаком, разбавленным этим скольжем. То есть, нам сейчас зализировать цвет для того, чтобы забить поры. Создать такой эффект. Бетон где-то чуть темнее, где-то светлее будет. Губку, конечно же, используйте лучше вискозную, потому что обычная губка. Я пробовал, она оставляет полосы, разводы. Это, которая посуду мыть. Она не годится. Она рвётся, оставляет крошки свои на стене, потому что стена не гладкая. Она шершавая. Это обычная губка. Сразу же умрёт. Вискозная вообще отлично работает. Недорогая она. Стоит примерно 7 долларов где-то. Но на её хватит надолго. Итак, наносим валиком небольшие участки. Где-то по полквадрата, меньше даже. Вот делаю. Сразу же замываю. Губку чуть-чуть в воде смочили. Промываем чуть-чуть и затираем. Вот тут место осталось, где чуть-чуть рано вытер и такой след видно. Но я его потом в итоге чуть-чуть размыл, растушевал и нормально смотрится. То есть сейчас на видео оно видно, что прям такой светлый след, ровный от валика. Поэтому валиком лучше, конечно, делать такие не ровные линии, а такие рваные где-нибудь. Больше, где-то меньше выйдите, чтобы не так сильно бросалась в глаза ровная линия. Продолжение следует... Хотим создать, конечно, еще блестящую фактуру, чтобы верхи блестели. Сейчас будем покрывать воском. Попробовал я уплотнить. Конечно, лаз уплотняется, но за счет того, что шагрень от валика, она блестит. Именно сами маленькие верхушки. Вот. Чуть-чуть начинает блестеть. Но покроем воском и воск должен внутренности забить. Но кратеры мы не будем покрывать. Просто поверху легенько велюровым валиком нанесу воск. Подсохнет и потом уплотним гладилкой. Возможно, еще полирнем шлифмашинкой. Воск ВГТ. Для декоративных штукатурок. Акриловый. Есть еще ойкос воск. Этот стоит где-то 12 долларов. Этот 45. Разница, конечно, есть. Объем одинаковый. Литр и там, и там. 0,9 килограмм. Ну, тоже литровая. На 22 квадрата хватает этого. Этого же хватает на 80-100 квадратов. Этого хватает моего. Почему взяли? Он густой, конечно. Не знаю. Мы просто взяли протестировать. Ну, здесь это будет комната. Это склад. Мы делаем человеку образцы. Как будет смотреться декор на объеме. Чтобы человек мог определиться, какой сделать в основном помещении декор. Сейчас покрою воском, чтобы человек мог видеть, как реально оно может смотреться. Что блестеть. Глянец. Все. Сейчас покрою воском. Ропросы превосставили. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Нанес, ждем 5-10 минут, чуть-чуть станет матовая и попробуем уплотнять. Вот как в итоге смотрится. Конечно, не прям глянец, как венецианка, не так. То есть в нее смотреться себя не увидишь, но отражение света есть. Чуть-чуть полирую вручную шерстяной теркой. В принципе, конечно, лучше шлифмашинкой, полировальным кругом полировать на малых оборотах. Здесь я не полировал машинкой. Ну, машинкой, конечно, я попробую полировать. Что вышло по стоимости? Это что я прикинул? Вот. Продолжение следует...